В администрации округа прошло заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19, второе с начала этой недели. На территории Ненинского округа продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусную инфекцию по одному случаю выявили у жителей Наринмара и села Оксино. Оба случая завозные. Еще двое наринмарцев выздоровели за это время. Таким образом, лечение на сегодняшний день получают 29 человек. Трое из них проходят его в стационаре окружной больницы. Как стало известно по информации, полученной в ходе заседания оперативного штаба, на самом деле в стационаре окружной больницы находятся шесть заболевших, трое из которых в состоянии средней степени тяжести с лабораторно подтвержденным диагнозом. Еще трое проходят тестирование. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, штаб рекомендовал работодателям перевести на удаленную работу, где это возможно, сотрудников старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы сохранить здоровье людей, которые, скажем так, максимально подвержены заболеваниям и не усложнить их жизнь, решили мы, что такая мера все-таки на сегодняшний день нам необходима. Также рекомендательный характер с 19 октября будет носить норма о переводе на удаленную работу 30% численного состава организаций и предприятий округа. Рекомендательный, потому что не все учреждения могут позволить себе работать удаленно. Особенно предприятия непрерывного производственного цикла. По подведу, что у нас не вывезут 30%. А куда сделать такая цифра? Тот же телеоргокомпания, они завязаны на студиях, на технике. Мы не сможем обеспечить 30% удаленки. Андрей Александрович, у нас такая ситуация по учителям, поэтому мы можем здесь тоже вести рекомендательный характер максимально, что так же, как и по третьему пункту, но неофициально. И работодачи самостоятельно будут смотреть, исходя из возможностей. У нас там учителя говорят, а если мы сейчас еще все будем переводить на дистанцию, нам придется все школы закрывать. Расширен и перечень общественных мест, где масочный режим обязателен. В частности, это касается посещения родителями школ и дошкольных учреждений образования. Войти в образовательные учреждения родители теперь могут только в масках. Ношение масок не носит обязательный характер для детей и работников образовательных учреждений. Для работников пищеблоков масочный режим был еще введен с 1 сентября. Обсудили в ходе заседания штаба и порядок самоизоляции жителей округа, прибывающих из других регионов. Прибывающим местным жителям на блокпостах будет выдаваться не предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции, а информация об ограничениях, действующих на территории региона. Далее прибывшему, если у него нет справки об отсутствии заболевания, дается три дня на то, чтобы пройти тест на Ринмаре. По отношению к командировочным будут действовать другие правила. По ним можно, я считаю, и нужно прописывать отдельным блоком, что они обязаны будут нам долететь на работу уже со справкой, либо, если такой справки нет, соответственно, садятся на самоизоляцию и не заражают жителей нашего региона. При отсутствии справок об отсутствии заболевания приезжим к командировочным прямая дорога в обсерватор на самоизоляцию, причем за свой счет. Поэтому принимающая сторона на территории региона должна обеспокоиться этим заранее и предупредить прибывающих к ним в организацию специалистов из других регионов.